В осенне-зимний период, когда начинает рано темнеть и поздно светать, недостаточное освещение на улицах становится особенно актуальной проблемой. Ну фонари, слепые фонари. Вроде бы и горят, а никого не видишь. Идет навстречу человек, лица не видно. Только силуэт. Поэтому, ну, есть проблемы. В центре хорошо освещено, а в отдаленные районы, при Огске, в пультурные районы очень плохо освещены. И во дворах таких вот, в отдаленных. Ну, желательно что-то делать со освещением. И для автолюбителей. Очень плохо, глаза напрягаются, когда едешь. Вообще пешеходов не видно совершенно, да. Ну, сейчас сделали новое вот это новшество, которое загорается. То, что, внимание, осторожно, пешеход. Получается, хотя бы что-то видно водителю. То, что, да, для пешеходов очень опасно. Вот мы, как сами водители, плохо видно очень пешеходов. У нас не всегда бывает освещение вот на проезде речников, там бывает темновато. Буквально, вот, наверное, на выходных в прошлом мы возвращались вот через Соборную площадь, шли. И вот дорога, которая ведет Соборную, получается, вот с вала и в сторону вот улицы Свободы сюда вот. Вот, потому что, по-моему, там вообще было темно. Груто, улица центральная, вот, но темновато. Жители нашего города говорят, что качественное искусственное освещение дворов, пешеходных зон и автомобильных дорог – это не просто удобство для людей, но и один из необходимых элементов безопасности. Рыбацкая плохо освещена. Фонари, пора, не знаю, то ли их менять надо, но они к требованиям не подходят. Вот парк плохо освещен в Приохском. Собрать по оружию. Ни одного фонаря. Полный темень. Да и так, конечно, мало освещения, мало. У нас по дворе нет освещения. А где вы живете? Когда темно на улице, к нам вообще во двор страшно заходить. А вы где живете? Площадь 26 Бакинских комиссаров. И школьникам страшно, и детский садик вот у нас здесь, рядышком. Света у нас по Шкоморошинской нет, и здесь у нас нет. Известно, что за улучшение освещения Рязани обещают взяться весной 2021 года, когда истечет договор с фирмой, которая заменила большинство старых светильников на энергосберегающие, но холодного света. Жители города говорят, хорошо, что Рязань выбрана новогодней столицей. Гирлянды фонариков будет побольше, а это значит, на улицах будет не так темно. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».